Очень важно сейчас узнать, как сама Надя, как она себя чувствует. Сегодня Министерство иностранных дел Украины выразило ноту протеста и возмущается тем, что здоровье Надежды Савченко, идётся в этом заявлении, значительно ухудшилось. У вас, шиколека, у вас есть доступ к Наде в эти дни? Скажите, как она себя чувствует? Я её видел позавчера. Это было на следующий день после приговора. Вот как она здесь сейчас выглядит, весёлая и улыбчивая, она выглядела точно так же. Бодрая, она прекратила за 6 дней до этого сухую голодовку, к ней вернулись силы. Сегодня, я говорил с консулом, который был у неё вот в это утро, он говорит, что ей стало резко хуже. Я, может быть, некорректно это объясняю с точки зрения медицины. По-моему, просто когда человек в течение нескольких месяцев одновременно голодает и удерживается на высоком уровне напряжения, а потом его отпускает. Вот приговор вынесен, вот эта стадия закончилась. Можно выдохнуть, можно себя немножко отпустить. Вот это может быть фатальным, потому что тот тонус, который был, который всё это время удерживала на плаву... Понимаем, что сила её истощила. Да, он ушёл. Она резко ослабла. Она, несмотря на то, что возобновила, то есть она снова пьёт воду, её постоянно тошнит. Вот эти последние два дня. Там появились признаки, которые мы не наблюдали в конце предыдущей большой голодовки в марте 2015 года. Очень серьёзное истощение. Это и потеря веса, и там определенные симптомы по обмену веществ. И мы всерьёз сейчас озабочены тем, чтобы на выходных её посетили правозащитники, потому что адвокаты не имеют права России заходить в тюрьмы на выходных. Правозащитники из специально кредитованных организаций, из того, что называется НКО, наблюдательная комиссия, они имеют право быть на выходных. Мы надеемся, что информация по её здоровью будет... Смотрите, в чём проблема. Я и мои коллеги, мы убеждены, что тюремные медики очень серьёзно настроены не дать её умереть. Вплоть до того, чтобы применить насильственное кормление, если это потребуется. Это не в случае, если она объявит сухую голодовку? Это в случае, если происходит что-то такое, что потребует такой меры. Она готова опять возобновить сухую голодовку? Она не оставляет этой мысли. Но в чём проблема? Я не уверен, что они отвечают за её здоровье. Вот за жизнь её, за то, чтобы не испортился ценный актив обменный, они отвечают головой. А за то, в каком состоянии она вернётся, будь бы только живая на Украине, они не отвечают. Поэтому мы не можем на них полагаться в этом смысле. Это очень важный момент, ведь можно вернуться оттуда инвалидам. Совершенно верно. Это то, что последние... Сегодня, на самом деле, только сегодня пришли такие новости, которые я воспринимаю как мигающая красная лампочка. Всё, что было до этого, потому как Надежда держалась, потому как она себя чувствовала, вызывало, конечно, опасения. И сильные временами. Но вот такого, как сейчас, было только год назад. А год назад было совсем плохо.